Меня зовут Владимир Иванович Жиленко, добро пожаловать в столярную мастерскую. Тема сегодняшнего видео, ответы на вопросы. Снимать некоторые моменты и показывать подписчикам, потому что много вопросов бывает одинаковых. Некоторые вопросы тяжело объяснить на бумаге, не все вопросы могут быть поняты подписчиками. Поэтому я решил снять первое пробное видео, если оно получит поддержку и уважение среди моих подписчиков, значит такие вопросы будут регулярные. Отвечая на вопрос подписчика, на просьбу вернее даже, он писал, чтобы я вскрыл лаком. После фильма я вскрыл еще раз лаком. Вот так выглядит исторический столик. Отвечая на следующий вопрос, подписчики спрашивали, что у вас за спиной стоит агрегат. Это ленточная пила. Обзор будет по ней обязательно. Не знаю, как называется модель, видите без названия. Но это тема будущих фильмов и будущих моих работ. Следующий вопрос, длина 980 миллиметров. Общая длина столов. Следующий вопрос был, левша-левый или правша. Почему параллельный упор сделан с левой стороны? Удобно, друзья. Следующий вопрос. Параллельный упор ваш шатается, изгибается в конце. С одной стороны крепится. У меня станок УКМ-300. Вот таким зажимом регулируется. Со второй стороны вообще ничего не было, он висел. Сейчас я сделал такое небольшое крепление. Потому что столы, передний стол перемещаясь, за собой перемещает параллельный упор. Поэтому этот упор должен быть спазом с длинным. Барашка. Барашку поджал, стоит хорошо. Следующий вопрос. О струбцине для рамочек. Они спрашивали, зачем нужна сверху фанера. Друзья, это были просто обрезки у меня такие. Наклеенные, готовые квадратики. Я из них изготовил. Следующий вопрос. Подписчики спрашивали, настоящий ли Макита. Я делал обзор. Макита 0,910. Потому что надпись наклеенная. Да, друзья, на этой модели именно такая надпись. Но она объемная. Макитовские фрезера опускаются, прожимаются одним пальчиком. И большие и маленькие. Потому что настоящая Макита произведена только в Японии фрезера. На втором фрезере меня Макита. Извините, что верх ногами. Он установлен на столе. Надпись объемная. Выдавлена прямо на корпусе. Она тоже легко перемещается одним пальчиком. Следующий вопрос по фрезерному станку. Для чего подвижные шторочки или столы на параллельном упоре. В них прячется, друзья, фреза. Так как фрезы разного диаметра. Подгоняем нужный размер. По диаметру фрезы. Я работаю с двух сторон. И с этой стороны, и с обратной стороны. При любой работе надо применять несколько прижимов. И гребенчатого типа. Обязательно устанавливать прижимы сверху. Если такие хитрые стержневые фрезы. Я изготавливал рамочки. Надо, чтобы деталь шла строго калиброванная. После рейсмуса. Иначе тяжело добиться одинаковой толщины. Если у вас деталь не калиброванная. Разной толщины. Размер гуляющий. Я проходил с этой стороны. Слева направо. В этом случае шторки смыкал. У нас деталь находилась за фрезой. Обязательно устанавливать не два прижима. А даже четыре. И сверху. Этот метод более опасен. Потому что фреза может вырвать заготовку. Поэтому обязательно надо укрепить несколькими прижимами. Но метод фрезеровки более точный. Деталь получается калиброванный. Как на рейсмусе в станке. Следующий вопрос по влагоотделителю. Не попадает ли туман в краскопульт? Нет, друзья. Не попадает. Во-первых, влагоотделитель сделан из толстой трубы. Большого диаметра. Врезанное поступление воздуха по касательной. И не на самом дне. Я об этом рассказывал в видео. Поэтому воздух вращается. Кроме того, что он движется с энтробежной силой. Он еще охлаждается. За счет массы и высоты трубы. Вся влага собирается вниз. Потом открываем краник. И влаги совершенно немножко. Но, скажем, она присутствует. Есть. Следующий вопрос. Размеры подставки под цветы. Круг получился у меня 800. Соответственно, здесь 400. Полочки размером 320 на 160. Подписчики спрашивали, можно еще добавить полочки. Можно, друзья. Я и планировал. С каждой стороны. Я просто как образец взял фанерку. Кусок. Поставить здесь две полочки. Еще дополнительно. У меня задумка была. Почему не сделал ни на. И здесь. Получается, 4 полочки снаружи будет. И 3 внутри. Поставка для 7 цветов. Следующий вопрос от подписчика. Интересный. Сколько весит ваш складной табурет? Взвешиваем. 3 килограмма 600 грамм. Я думаю, подписчик будет доволен. Еще один вопрос. Интересный. Он встречается очень часто. Подписчики просят изготовить. Какие-то поделки. Серьезные вещи. Друзья, такие вопросы задавайте лучше в личную почту. На каждом канале, на главной странице, вверху, если вы посмотрите, там есть такая надпись «О канале». Заходите, кнопочкой нажимаете это слово, заходите, и там есть «Отправить сообщение». У вас высветится поле. Напишите сообщение. Не надо заполнять никакие адреса. Адрес там прописан автоматически. И я получу ваше письмо. Так будет более руманно. Но скажу, на заказ я не выполняю и не делаю никакие работы. Если я начну массово выпускать какие-то изделия, я прекращу. И канал мой не станет тогда интересен для вас. Единственное, что скажу, что после фильмов эти изделия у меня остаются. Если есть кого-то желание, проявляйте интерес, напишите в личку. Скажите, я хочу приобрести сундучок. Мне не жалко заплатить за этот сундучок авторской работы какую-то определенную сумму. Это мой первый фильм. Он без сюжета. Он собранный просто из кусочку, как вы увидели и просмотрели, если силы хватило до конца этот фильм. Это ответы на ваши вопросы. Если быть точным, даже видео-ответы на ваши вопросы. Пишите. До новых встреч. До новых встреч.